На 23 февраля подари своему мужчине запонки фирмы Икс. Это будет отличное дополнение для образа делового человека. Мне кажется, вот в этом месте история достигает точки максимального, наивысшего абсурда. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анна Ханна. Если зимой, допустим, после обильного снегопада, вынести во двор круглый плетеный столик, поставить на нем подсвечник, фарфоровую тарелочку с пирожным, рядышком положить начищенные до блеска столовые приборы, хвойную веточку, книгу, то получится, конечно же, красиво. Вот только кто станет есть хрупкое воздушное пирожное ножом и вилкой на холоде? Это ж неудобно, да и пальцы мерзнут. А книжка зачем? Кто её будет читать? Ну, конечно же, никто, потому что всё это только для красивого кадра, для фото, для картинки, а картинка — для контента. А вот для чего контент? Возможно, история, которую вы сейчас услышите, даст ответ на этот вопрос. А возможно, наоборот, запутает ещё больше. Это история Кристины и Дмитрия Журавлёвых из Екатеринбурга. Слушайте. Кристины и Дмитрия Журавлёвых из Екатеринбурга В посёлке Ключевая, который расположен на юге Свердловской области, в 140 километрах от Екатеринбурга, в 1992 году, 22 июня, родилась Кристина Мухаммадеева. Девочка была в семье единственным ребёнком. В детстве занималась рукоделием, шила кукол, вязала сумки, плела макраме, несколько лет ходила в танцевальный кружок. После школы Кристина поехала учиться в Екатеринбург, поступила в машиностроительный колледж. Там готовят мастеров производственного обучения, то есть преподавателей для профтехучилищ. Кристина Мухаммадеева училась на отлично, окончила с красным дипломом, осталась в Екатеринбурге. Однако по специальности работать не стала. В 2014 году Кристина встречает Дмитрия Журавлёва. Он на пять лет её старше. Его специальность называется «Техник телекоммуникационных систем». Образование Дмитрий получил в Уральском техническом институте связи и информатики. Молодой мужчина очень понравился Кристине. Стали переписываться. Дальше Кристине понадобилась помощь с переездом, и Дима такую помощь предложил. Кристина часто вспоминала день, когда это произошло, ведь, по её словам, этот день перевернул их жизненные уклады. Мы едем с вещами, Димка везёт меня, а я думаю, чего это он меня никуда не приглашает, но и пригласила сама. Не знала я ещё тогда, насколько скромный он у меня. В итоге кино и несколько часов болтовни друг о друге возле двери квартиры. Я кокетничала, а он, как дурачок, смотрел на меня и улыбался. Вскоре Дима попросил благословения у мамы Кристины, Веры Михайловны. И та, видя, как счастлива её дочь, возражать не стала. Вот уже в июне 2015 года 27-летний к тому времени Дмитрий Журавлёв и Кристина Мухаммадеева, которой только-только исполнилось 23, поженились. «Может, кто-то скажет, что мы торопышки, но, если честно, с самого того первого вечера, когда я предложила съездить в кино, было понятно, что мы – судьба друг для друга», – писала Кристина. Почти два года после свадьбы Дмитрий работал на полставке инженером контрольно-измерительных приборов в научно-исследовательском углехимическом институте. Был занят всего 4 часа в день, получал 15-20 тысяч. Пара жила в съёмной однокомнатной квартире в районе Уралмаша. Чем в то время зарабатывала на жизнь молодая жена, информации нет. Известно лишь, что летом того же года, 2015-го, вскоре после свадьбы, Кристина, уже Журавлёва, завела блог в Инстаграм. Первую запись она разместила 16 июля. Фотографии, где они с Димой целуются, и подпись «Любимый муж, супруг мы, неповторимый мы». Лишь с осени 2016 года посты на страничке стали появляться регулярно. Почти на всех Кристина в объятиях Димы. Ну а тексты, которыми сопровождаются фотографии, под ней те же, что «Счастье в мелочах», «Да здравствует любовь», «Доброе утро», «Прекрасная погода» и всё в таком же духе. Кристина всегда мечтала иметь собаку и собственный дом. Собака у ребят появилась быстро. Симпатичный щенок породы самоед, девочка. Назвали Коди. Ну а чтобы исполнить вторую часть мечты, супруги приобрели участок земли под Екатеринбургом в Сесердском районе. Сосны, берёзы, чистый воздух и от города совсем недалеко, всего полчаса езды. Вскоре на участке у берёз и сосен появился деревянный домик на сваях. Построили его буквально за полтора месяца. Ну, корпусные сооружения воздвигаются очень быстро. В статьях его называют словом коттедж, а на самом деле это небольшое строение в садовом товариществе, ну, типа дачи. Общая площадь домика около 40 квадратных метров. Но, судя по всему, Журавлёвым он нравился, особенно Кристине, которая нежно называла его Журавушкино гнёздышко. Отделкой дома, шпаклёвкой, покраской молодые занимались сами. Получилось уютно. Простая мебель, деревянный пол, светильники в виде гирлянды, мягкие пледы, свечи. Интерьер в скандинавском стиле хюгге. Это модное слово пришло из Дании. Точного перевода не существует, а если говорить в общем, хюгге — это особая атмосфера комфорта, в которой приятно наслаждаться простыми радостями. Находить счастье в мелочах. Создать такую атмосферу помогут сдержанные цвета, экологичные материалы, приятные на ощупь ткани, винтажные элементы декора. Кристина воплотила эту скандинавскую философию не только в убранстве журавушкиного гнёздышка, но и в образе жизни. Лайфстайл — это тема её блога. У себя в Инстаграм она постит уютные картинки с восходами, закатами, завтраками, ужинами, прогулками, объятиями. Радуйся ежедневному счастью, замечай красоту в обыденной жизни, люби своего человека, береги домашний очаг, прижимай к сердцу собаку. Надо сказать, что блог Кристина Журавлёва ведёт профессионально. У неё действительно очень красивые фото. Они, правда, передают ощущение особого тепла и благополучия. Вот на самом деле гнёздышко, норка. Маленькая, но своя, уютная, приятная, родная. Смотришь на эти картинки, и вот как будто даже чувствуешь запах. И ароматические свечи в нём, и дрова, и снег, и запах щенка, и теста. Вот запах и звук. Вот поверьте, даже до того, как Кристина написала, что она любит Армстронга, я, глядя на её картинки, почему-то слышала звуки джаза. Вот не кислотного, не современного, а старого классического джаза, который все знают. Кристина и Дима часто снимаются в пижамах, иногда танцуют на камеру. И вот когда смотришь на это первым взглядом, то и вправду получаешь иллюзию беззаботности. Вот как будто люди проснулись, поцеловались, выпили какао с зефирками, съели круассаны, погладили собаку и танцуют в пижамах. Но вот второй раз я смотрю на картинку прямо, а вижу её как будто сбоку. Я вижу то, чего в кадре нет. Ну, те же самые лампы, штатив, удлинитель хотя бы один, кабель, какие-то вещи, отодвинутые в сторону, чтобы не мешали. Это так называемая слепая зона. Это всё надо установить, как-то разместить в пространстве. А ведь пространство-то совсем чуть-чуть, домик-то маленький. Потом, чтобы получить тот самый нужный кадр, надо отснять несколько проб, изобразить эмоцию, распахнуть рот или глаза, а может, наоборот, зажмурить глаза, что там, улыбнуться, рассмеяться, загадочность, придать лицу. В кадре всё на своём точном месте. Каждая складка на простыне, каждая салфетка на столе. А всё, что мешает кадру, за пределами поля видения. Для зрителей, для подписчиков, остаётся лишь чёткий, обрезанный фрагментик, подсвеченный, срежиссированный, постановочный. «Это и есть моё вдохновение», пишет Кристина. «Наши фотографии, наши съёмки, наша тщательная подготовка к ним, продумывать каждую мелочь, всё планировать, оформлять. Ну и самое волнующее — бежать смотреть вместе эти кадры, обсуждать, рассматривать и представлять, как много будет альбомов с воспоминаниями у нас в старости». Милая собачка Коди, к сожалению, долго не прожила. У неё случилось заболевание почек, которое нельзя было вылечить. После Коди у Журавлёвых появились новые питомцы. Сначала один пёс по кличке Хэппи, а потом ещё один по кличке Брауни. Кристина продолжает производить посты. Всё в том же духе. «Здравствуй, пятница», «Доброе утро», «Суббота», «Как прекрасен этот мир». Всё больше людей следят за приятной жизнью в Журавушкином гнёздышке. С ростом подписчиков почти все записи в блоге создаются с целью рекламы. Это по-прежнему откровенные рассказы о себе, о семье, о чувствах, но с пометками. Например, пост о маме. «Спасибо, мамочка, за твою безграничную любовь. Ты моя подруга». А ещё мы с Димкой называем маму «мама-птичка», потому что она укрывает нас своими руками, словно крылышками. И я очень счастлива, что у них с Димкой такое взаимопонимание. Дальше идёт описание эпизодов из детства, связанных с мамой, трогательных и душевных. Подарки от мамы, школьное сочинение про маму, Дед Мороз и Снегурочка из поролона, сделанные мамой. Этих моментов не перечислить. Просто всё это самое бесценное, пишет Кристина. Ну, а вообще-то этот пост — скрытая реклама цветочного салона. В тексте то и дело указывается название этого салона и его инстаграмная страничка. «Дима всегда встаёт раньше, чтобы заварить мне чай и принести в постель. Спасибо за счастье». Ведь это счастье. Нежится в постели фирмы. Тут указывается марка постельного белья. И слышать, как кипит чайник. Здесь название магазина бытовой техники. Снежинки, сугробы. И только мы вдвоём в лесу, да и вообще на целом свете. И снова история, как мы познакомились. А вообще вот свитерочки, шарфики такой-то, такой-то фирмы, такого-то, такого-то бренда. В фотосессиях принимают участие собачки. Кристина надевает на них то шляпки, то очки, то бусы. И снимки получаются забавные, мимимишные, няшные. И комментарии умилительные. «Какая прелесть! Какие вы классные! Обожаю вашу семью!» Нелегко, конечно, придумывать свежие идеи для ежедневных постов. Поэтому они то и дело повторяются. Они довольно однотипные. Вот, например, «Хорошо пить горячий шоколад марки такой-то, такой-то, укутавшись в плед, марки такой-то, такой-то». Или, например, «10 фактов обо мне, а при этом реклама маникюрного салона». Или вот канцелярские принадлежности. Такой-то, такой-то ручкой записываю в такой-то, такой-то блокнот планы на месяц. Вот что крайне необходимо сделать в октябре? Разобрать шкаф, купить уютный свитер, испечь ароматную вкусняшку, устроить вечер мечтаний со свечами, сварить самую огромную кружку какао, насладиться дождем, кутаясь в теплый плед, устроить пикник в осеннем парке, позавтракать в самой уютной кофейне, покормить уток, придумать костюм на Хэллоуин, собрать букеты с листьев. Я так понимаю, все эти дела нужно не только сделать, но и обязательно сфотографировать, чтобы наполнить ими Инстаграм. Аналогичные планы есть и на март, и на июнь, и на ноябрь, и на все-все-все месяцы. Со временем Димы в ленте Кристины становится все меньше, а сама Кристина все реже фотографируется в журавушкином гнездышке, и все чаще в фотостудиях, в магазинах, в кофейнях, да и просто на улице. Такие места для съемок называются словом «локации». Девушка рекламирует одежду, косметику, духи, сумки. Получается красиво. У Кристины, безусловно, есть способность сделать эффектную картинку из повседневности. Люди смотрят и как будто тоже вливаются в эту бежевую фантазию, где вся жизнь состоит из одного бесконечного дня. Вот завтрак, пикник, шоппинг. Все как будто слилось и слиплось в один сплошной ком. И в нем застыло сотни круассанов, тысячи кружек. Вот бы в сутках было больше, чем 24 часа, мечтательно пишет Кристина. Вот только что бы это дало 25, 26, 30 часов в сутках, еще больше фотосессий, еще больше кадров, еще больше луков. Сценарий идеального вечера найден. Надеть новое платье, сделать красивый вечерний макияж и отправиться. И тут название ресторана. Обязательно попробуй там стейк тунца. Или вот, немедленно в ювелирный магазин. Название магазина. Ведь пора запасаться подарками для близких и не забыть про себя. Что помогает мне чувствовать себя уверенно? Чистые волосы, легкая укладка, маникюр, осанка и, конечно же, гладкая кожа. Обычно как? Человек зарабатывает деньги, чтобы тратить их потом на свои удовольствия. Ну а в случае Кристины получается как будто бы наоборот. Она занимается тем, что приносит ей удовольствие, а за это еще и получает деньги. И все же, достаточно ли у молодой женщины средств на то, чтобы поддерживать вот такой вот образ жизни, на всю эту красоту? Я не знаю, как функционирует Инстаграм, но я допускаю, что вещи, например, Кристина могла брать на прокат, а косметику получать в обмен на рекламу. Вот Настя Трапицеля, которая я тоже снимала видео, на своем блоге в Инстаграм заработала неплохое состояние. Правда, у Насти Трапицель было больше миллиона подписчиков, а у Кристины Журавлевой только 57 тысяч. Вряд ли, мне кажется, можно прожить, имея лишь этот ресурс. Кристина за деньги ведет чужие Инстаграм-аккаунты и оказывает платные консультации желающим. За 10 тысяч рублей она учит тому, чем в совершенстве владеет сама и как создавать эффектные картинки. Кристина была увлечена флэп-леем. Я сама только позавчера узнала значение этого слова. Оказывается, это вид сверху на композицию из мелких предметов, которые разложены на плоской поверхности. Кристина обучала, как красиво разложить на столе помаду, очки, нижнее белье, конфеты и так далее, и чтобы это хорошо выглядело в кадре. Одно время Журавлевы предлагали всем, кто хочет, свой домик для проведения фотосессии. Стоимость аренды помещения по 3 тысячи рублей в час. Это меньше, чем 20 долларов. Много ли было желающих приехать на съемки в Журавушкино гнездышко? Не знаю. Знаю, что ребята быстро отказались от этой идеи. Они были недовольны тем, как клиенты себя ведут. Мол, много беспорядка. Ну, а с другой стороны, сложно сохранить порядок в таком маленьком помещении, где находятся хозяева. Дима с Кристиной никуда не уезжали, животные. В общем-то, получается, что Журавлёвы были недовольны клиентами, а клиенты, скорее всего, были недовольны теснотой. В общем, проект себя не оправдал, и спустя буквально три недели супруги Журавлёвы свой домик сдавать передумали. Чем занимается сам Дмитрий? Он помогает жене в креативных съемках, ну, чтобы продать любой товар, будь то маска для лица, одеяло, пицца или корм для собак, нужно придумать какой-нибудь интересный сюжет. Ну, вот, например, собачки в очках, супруги в постели с прессой. У неё в руках Космополитен, у него газета Нью-Йорк Таймс. Понятно, что Нью-Йорк Таймс это реквизит. Может ли в самом деле эта газета быть интересна читателю, который не знает английского, у него нет никаких дел в Нью-Йорке, да и вообще, собственно, нет никаких дел. Дима — человек без определённых занятий. Он немного поработал разнорабочим, потом устроился в такси, но долго там не продержался. Заснул за рулём, случилась авария, разбил чужую машину. Получается, что в семье Журавлёвых работает только Кристина, хорошая ли эта работа, плохая ли прибыльная или неприбыльная. Суть не в том. Суть в том, что страничка Кристины в Инстаграм — это единственный источник дохода семьи. Последнюю запись в своём аккаунте Кристина сделала 3 апреля 2021 года. Способ приманить настоящую весну найден. Покружиться у зеркала с утра как истинная девушка, выбрать самую романтичную сумку из своей коллекции и, конечно же, набросить сверху пальто. Здесь название бренда. И вуаля! Солнышко, тёплый ветер и прекрасное настроение на целый день. Что я могу сказать? Пожалуй, завтра нужно повторить. 16 апреля в лесу неподалёку от одной из скоростных трасс под Екатеринбургом возле города Арамиль Свердловской области водитель легкового автомобиля случайно обнаружил мёртвое тело. Как это бывает? Ехал человек, остановился, чтобы, прошу прощения, справить нужду, отошёл 10 метров от трассы в лес, а там лежит молодая женщина в жёлтом спортивном костюме. Кто она? Как установить Личность погибшей, если она в розыске не числится? А ведь, судя по состоянию тела, смерть наступила не меньше, чем 10 дней назад. В одних источниках пишут, что гнилостные изменения не позволили установить точную причину смерти, в других, что экспертиза выявила насильственный характер гибели, и что девушка умерла в результате удушения. В конце апреля в полицию явился Дмитрий Журавлёв. «От меня ушла жена, зовут Кристина, она пропала, ищите». Мы, мол, с ней поругались, она захотела побыть одна и покинула дом. Всё бросила, даже свой телефон не взяла. девушка в жёлтом костюме, это и была жена Дмитрия, Кристина Журавлёва. Оказывается, ту же историю слово в слово Дмитрий рассказывал своей тёще. Когда мама Кристины пробовала дозвониться до дочери, на звонки отвечал сам Дмитрий. И в ответ на её просьбу что-нибудь предпринять в связи с этим отмахивался. Мол, жена просила, чтобы её не искали. Поэтому он и не искал. Собственно, кроме мамы никто и не заметил исчезновения молодой женщины. Лишь знакомая Кристина Журавлёва, которая следила за её аккаунтом в Инстаграм, обеспокоилась тем, что блогер перестала отвечать на сообщения и публиковать новые посты. Она уже не первый раз уходит из дома. В ответ на её вопрос сказал Дима. Интересно, что той знакомой он объяснил, что это именно мама Кристины просит, чтобы её не искали. В общем, Дмитрия задержали, а через неделю он написал явку с повинной. Это я её задушил, просто больше не мог выдержать. До 27 лет женщин в жизни Дмитрия Журавлёва не было. Ни с кем не встречался, ни с кем не общался. Кристина стала его первой девушкой. Она активная, весёлая, а он отстранённый, безинициативный, с холодком. Этот холодок и зацепил темпераментную Кристину. А чего это ты мне не пишешь, а почему никуда меня не приглашаешь? Пригласила сама, сначала в кино, а потом и в жизнь. Как мы нашли друг друга, писала девушка в блоге, сама не понимаю. Я вулкан, а он улитка. Я страсть и огонь, я лето, а он тихое утро, дом, уют, зима. Очевидно, что двигателем в их паре была Кристина. Блог её идея, собаки её идея, дом тоже её идея. Откуда деньги? Деньги на покупку участка и на строительство домика дала мама Дмитрия. Для этого она в 2017 году продала свою трёхкомнатную квартиру и переехала в однушку. Но вот несмотря на такой щедрый жест со стороны свекрови, Кристина с мамой Димы не нашла общего языка. Они даже не то, чтобы не дружили, они и не общались совсем. И нельзя ведь сказать, что между ними как-то там не заладилось с самого начала, потому что этого начала как такового и не было. Мать Дмитрия призналась, что видела свою невестку всего лишь раз, один раз на регистрации брака. Однажды она пришла к молодым домой, это ещё на съёмную квартиру в Екатеринбурге, а ей не открыли дверь. Дима тоже от матери отдалился, перестал общаться. В общем-то не только с матерью он перестал общаться, но и с другими родственниками оборвал связи. Его двоюродная сестра рассказывала журналистам, что её попросили не приходить в ЗАГС, когда Кристина и Дмитрий расписывались. Молодые жили уединённо, замкнуто. В браке Дмитрий резко похудел, сбросил целых 20 килограмм. Надежда Анатольевна Журавлёва, мама Дмитрия, последний раз говорила с сыном ареста в 2019-м. «Внешний вид его заметно изменился», призналась она. «Дима стал грязный, неопрятный. Уже в 2019-м году у них не было денег оплатить налоги. Они тогда ещё путешествовали, слетали в Африку». Я так понимаю, речь идёт о путешествии в Марокко в апреле 2019-го года. Кристина восторженно описывала эту поездку у себя на страничке. Из каждой страны всегда привозишь с собой впечатления. Необъятные просторы, вкусная еда, умопопрочительные горы, красивый язык. Из Марокко я привезла очень важное доброту в сердце. И долг, долг. По словам матери Дмитрия, молодые за год израсходовали миллион, которые она им давала. И, несмотря на сложные отношения с матерью, Дмитрий к ней обратился снова в 2019-м году с просьбой дать денег, чтобы снять арест на машину. Дмитрий был к тому времени по уши в долгах, из-за этого стал невыездным. А раз невыездной, значит, нельзя выезжать за границу, путешествовать. Поэтому путешествует сама Кристина. Ведь поездки расширяют кругозор, приносят радость. В июле того же 2019-го года Кристина отправляется в Армению. Армения — это гостеприимство и общительность, делится впечатлениями Кристина. Потрясающая природа, которую невозможно оторвать глаза, бирюзовая вода Сивана, Арарат, которая виднеется отовсюду и дарит тебе минутку раздумий. И, конечно же, винишко, домашнее, насыщенное, с жаркой и терпкой ноткой, как воздух Армении. Я взяла кредит, рассказывает Надежда Журавлева. Потом Кристина набрала долгов и меня опять просили взять еще один кредит. Всего было три кредита. Последний я взяла для них в 2020 году. Денег мне так и не вернули. Почему, интересно, кредиты для Журавлевых берет мама Дмитрия, а не сам Дмитрий, не сама Кристина? Потому что им самим уже не давали. К в 2019 году у Кристины насобиралась солидная задолженность в 19 банках на сумму 650 тысяч рублей. Соседи по поселку рассказывали, что Дмитрий то и дело просил денег, взаймы тысяч рублей, две тысячи, мол, не хватает на бензин до работы доехать. Но работы у Дмитрия не было, поэтому возвращать деньги не получалось. Отрабатывал, что называется, натурой. Выполнял работы по хозяйству, там, дрова нарубить, забор покрасить, кусты подстричь. Из блога Кристины «А я всё чаще мечтаю о путешествиях. Мой день начинается, продолжается и заканчивается визуализацией. Вот я танцую на жарких улочках Гаваны, сделав маленький глоток Рома с добродушными кубинцами. Да не просто танцую, а так, что сама Дженнифер Лопес позавидует. В Риме мы гуляем от рассвета до рассвета, в Париже целуемся у Эйфелевой башни, сменив свои милые наряды для Диснейленда на утонченное платье в пол и брюки с рубашкой, рукава у которой небрежно, но стильно закатаны. На 23 февраля подари своему мужчине запонки фирмы Икс. Это будет отличное дополнение для образа делового человека. Мне кажется, вот в этом месте история достигает точки максимального, наивысшего абсурда. Кристина Журавлёва вынуждена была подать заявление в арбитражный суд Свердловской области о признании себя банкротом. Когда долг по кредитам превышает 500 тысяч рублей, а доход не позволяет его оплатить и в ближайшее время финансовое положение не изменится, физическое лицо обязано объявить себя банкротом. Банкроту нельзя будет выезжать за границу, оформлять на себя недвижимость и занимать управляющие должности. Суд по делу Кристины Журавлёвой должен был состояться 6 апреля 2021 года, но накануне должница пропала. Дмитрий Журавлёв сказал, что не хотел её убивать. Каждую секунду я боялся сделать не так, как ей хотелось бы. Дошло до того, что я боялся разбудить её утром, рассказал Журавлёв. Кстати, отношения Димы с матерью тоже слепая зона. Непонятно, почему взрослый сын так легко отказался от общения с ней. Непонятно, почему женщина ради удобства сына и невестки, которую, по её словам, она видела всего лишь один раз, согласилась продать своё жильё и переехать в менее удобное. Почему дети с ней не разговаривали, а она брала кредиты, чтобы покрыть их долги? Одно время мать и сын работали вместе в том самом НИИ, и Надежда Анатольевна видела, что её сын, недавно женившийся, находится в подавленном состоянии. Если бы он любил, светился бы от счастья, а он ходил свесив голову, постоянно снимал на телефон, где находится, чем занимается, чтобы отчёты ей предоставлять. В машине не разрешал передвигать сиденье, потому что оно было специально для Кристины подогнано. Сын запретил мне к ним приходить. Риэлтор, который искал им жильё, сказал, это ненормальная семейка, никого в свою жизнь не пускали, а зачем же давала деньги? Хотела помочь? 5 апреля было всё как обычно. Вулкан и улитка поскандалили. Муж в злости ударил ногой по собачьей миске. «Остановись», сказал я ей. «А то что?» Я просто хотела её успокоить. Душил её, пока она не замолчала. Убийство было спонтанным, незапланированным. Ну а что может запланировать человек, который живёт только рассветами, закатами и обнимашками? Дмитрий перенёс Кристину в ванную. Что делать с телом он не знал. Он, видимо, решил, что подумает об этом завтра. Он накрыл жену кардиганом, и так она пролежала в ванной четыре дня. Только 9 апреля он взял в аренду автомобиль, переодел Кристину в жёлтый спортивный костюм, в кроссовки и вывез. Остановился в районе 170-го километра оживлённой трассы М5 Урал, бросил жену в 10 метрах от шоссе и уехал. Человек без особых талантов и сильных сторон, постоянно нуждается в чужой помощи. Ему необходим локоть, чужое плечо, душевно закрыт, манипулятор со склонностью к мошенничеству, боится высказать своё мнение, задыхается от работы и общения с внешним миром. Это характеристика Дмитрия от Ирины Ткачёвой. Махровое равнодушие к окружающим. Вместо того, чтобы что-то порешать, выберет отодвинуться. К тому же ещё и открыто конфликтовать, отстаивая себя, не умеет. В партнёрстве он из тех, кто долго копит в себе что-то, а потом плотину прорывает так, что не остановить. На более высоком уровне духовного развития из него получился бы философ, мистик или исследователь. Не знаю, как насчёт философа, знаю, что таксист из него не получился, как и техник телекоммуникационных систем. Дмитрий стал, по сути, помощником блогера и частью реквизита для фотографий. Мы не выбираем время, в котором жить. Я, например, успела застать несколько эпох. Раньше люди имели в домах книжные шкафы с собраниями сочинений и серванты с фарфором и хрусталём придут к гости, увидят, есть библиотека, есть витрина с красивой посудой. Ну вот прошло 40 лет и люди уже не ходят друг к другу в гости, люди ходят друг к другу на странички. В соцсетях тоже свои витрины, фотографии из путешествий, ресторанов и эти странички также похожи друг на друга, как похожи были бокалы и тарелки в сервантах. Раньше было мало вещей и их старались достать. Сейчас наоборот много вещей и их стараются продать с помощью рекламы в том числе и в Инстаграме. Рекламы не такой прямой откровенной, а вот косвенной. Применяя сторителлинг сторителлинг это такая техника продажи, когда сентиментально и душевно рассказываешь историю своей жизни, можно ее даже приукрасить для пущего эффекта. А за кадром в слепой зоне делаешь пальчиками вот так. Мы с Димой такие разные, но бесконечно любим друг друга. Вот так мы познакомились, вот так мы впервые поцеловались, вот так решили пожениться. На годовщину свадьбы я искала ему самый лучший галстук. Покупайте галстуки фирмы такой-то. Наша любовь бесценный дар, как здорово обнявшись смотреть, как падают снежинки. Мы подставляем им руки, остановись мгновенье, застынь, как снежинка на рукавице. Рукавицы, свитера и шапочки фирмы такой-то. В результате чего возникли долги? Ну вот бывают, что люди вкладывают деньги в бизнес, надеются, что он будет приносить прибыль, а бизнес прогорает. Но ведь у Журавлёвых не было никакого бизнеса, не было ничего, кроме странички Кристины в Инстаграме. Я с нуля развела свой аккаунт в стиле лайфстайл, сочетая классные идеи для фото и бомбический флетлей, писала о себе Кристина Журавлёва. А что можно развить не с нуля? Ноль — это начало всего. и картинок, и заблуждений, и долгов. И вот мне кажется, чем больше заблуждений, тем больше долги. Мечты сбываются, главное — мечтать. Теперь в планах большая терраса и пионы под окнами. Когда полиция прибыла в дом к Журавлёвым, ни террасы, ни пионов не было. Под окнами стоял поломанный велосипед. В доме лаяли запертые собаки Хэппи и Брауни. На следственном эксперименте Дмитрий показал, как убил жену нечаянно, как ребёнок нечаянно ломает ценную вещь. Дело Журавлёвых широко обсуждалось в СМИ. Местное издание Екатеринбург онлайн посвятило убийству Кристины целую серию статей. Под статьями читатели писали язвительные комментарии. Вот этот домик деревянный у берёз и сосен — это журавушкино гнёздышко как только не обзывали и шалаш, и конура, и будка, и хижина, хюгги в сарае с биотуалетом, кухня, недорогое фуфло. Там людям места мало, они ещё собак заводят. 57 тысяч подписчиков — это не блогер, это просто инстабаба. Я вот даже не знаю, что хуже, больнее и вреднее, какое из двух зол. Вот когда люди фантазируют и придумывают себе какую-то параллельную жизнь в соцсетях или когда вот так вот чисто сердечно, прямолинейно и искренне злорадствуют, злорадствуют от того, что погибшая жила хуже и дешевле, чем хотела это показать. Почему Инстаграм так популярен? Может, потому, что своими картинками он чувствительно жмёт на взаимосвязанную пару человеческих слабостей, хвастовство с одной стороны и зависть с другой. Хотя, казалось бы, чем хвастаться и чему завидовать? Редко ведь, когда среди картинок найдётся что-то уникальное. люди просто заводят тысячи подобных блогов, хотя точно такие же уже созданы, просмотрены, пролистаны, прочитаны. Я изучала блог Кристины в обратном порядке с апреля 2021 по июль 2015. Наблюдала её трансформацию не сначала в конец, а наоборот и с конца в начало. Мне было грустно, потому что я дошла до постов, где ещё нет рекламы, потому что нет большого числа подписчиков, а есть только молодая свежая любовь без упоминаний производителей, фирм, логотипов, брендов. Мне всё-таки кажется, что любовь действительно когда-то жила в маленьком уютном уголке с недорогой кухней из Икеи. Любили друг друга двое затворников, которые почему-то закрыли свои двери перед близкими, но распахнули шторы перед всем миром. Заглядывайте, смотрите, вот мы целуемся, вот мы едим пиццу, а вот пасту, танцуем, купаемся в ванне. Прилично ли заглядывать в чужие окна, даже если там специально для этого убрали занавески? Не знаю, вот мне почему-то кажется, что нет. Может быть, поэтому у меня нет и странички в инстаграме. Маркетологи, кстати, мне настойчиво рекомендовали ее завести. Я таки попробовала ее завести, но быстро поняла, что нет, нет, не мое, не хочу, не буду. Дмитрию Журавлеву вынесли быстрый и, на мой взгляд, слишком мягкий приговор. Суд признал его виновным в совершении убийства жены и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. После пяти лет он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, отсутствие судимости, явка с повинной. Это все были смягчающие обстоятельства. В суде Журавлев произнес речь, в которой объяснил причины своего поступка. Так вышло, что с развитием канала и ростом подписчиков Кристина все больше проводила времени на съемках, а все меньше привлекала к этому делу его. Он чувствовал себя пустым и лишним, в то время как Кристина не знала меры ни в чем, ни в унижении, ни в требовательности. она иногда била Дмитрия, причем делала это на глазах у других людей. Она сделала его своим рабом. Чувства прохудились, как говорится, вчера были большие и по пять, а сегодня по три и маленькие. Долги давили, любовь перешла в ненависть, а восставшим рабам нечего терять. Я терпел, молчала, когда была совсем не в моготу, даже вены себе резал, но в тот раз что-то перемкнуло. Я правда не хотела ее убивать. Те, кто меня знает, понимают, что это правда. Те, кто меня знает, а никто не знает Диму, вот в чем дело. Знают мужчину на фотографиях, который Дадыр зачитывает Нью-Йоркскую газету, какой на самом деле Дима. Друзей у него не было с родственниками, он не общался, на работу он не ходил, с женой жил тихо, замкнута. Сама Кристина писала о нем в блоге, что он надежный, спокойный, умный. Но в действительности в последний год относилась к нему как к реквизиту, чья функция сводится к функции передвижной тумбочки на колесах. С ним так хорошо вместе мечтать, строить планы и цели. А какие же это планы, какие цели? Напоминаю, если что, мы сейчас разговариваем о людях взрослых с высшим образованием, пройтись по магазинам и пропасть в примерочных часов на пять, а потом, еле перебирая ногами, пообедать где-нибудь в ресторане, заказать суп-пюре и бом с киноа. Никто не знает, кто такой Дима, никто не знает, кто такая Кристина была. Она любила Старбакс и всю жизнь пыталась вырваться из окружающей реальности. Однако, несмотря ни на что, эти попытки всё же привели её к могиле в посёлке Ключевая, в том самом месте, где она жила с рождения и откуда хотела убежать как можно дальше. В том месте, где не знают, что такое Хюгге, киноа и Флотлэи. Очень печальная история, согласитесь. Мама Кристины не стала оспаривать приговор суда, вынесенный с зятю. У неё на это нет ни моральных, ни физических сил. Женщина нездорова, у неё отнялась рука, причём случилось это ещё при жизни Кристины. За женщиной в посёлке Ключевая ухаживал социальный работник. Но эта информация не попала в пост о любви к маме, где Кристина заодно рекламировала салон цветов. Слепая зона, как говорится. Может, и правда, искажение действительности это не такой уж и страшный обман. Но в самом деле, что плохого немножечко подсветлить картинку? Эта картинка входит в тебя безболезненно, вот как нежная пуля поселяется внутри и кажется, что никакой слепой зоны как будто и вовсе нет. А есть только то, что в кадре. Бежево-молочные фотографии эстетичного и беззаботного мира, в котором нарядные люди вот только то и делают, что едят горгонзолу с дыней и орехами, запивают ее белым вином и радуются моменту. У них никогда не было и не будет неприятностей, долгов и кредитов. Самое страшное в этой истории не убийство, а показуха и вранье в соцсетях. Это пишут читатели издания Екатеринбург онлайн. А вот позвольте с вами все же не согласиться, потому что нет, нет ничего страшнее, чем убийство. А если бы убивали всех, кто грешит показухой, то людей, наверное, просто бы не осталось. Собак забрали волонтеры. Я надеюсь, что животные в хороших руках. Домик у берез и сосен отдали родственникам Дмитрия, так понимаю, его маме, ведь это она давала деньги на его строительство. Но слепая зона есть у всех, в том числе и у меня. Видно то, что здесь, а не видно то, что там. Не видно ламп, удлинителей, штатива и вещей, которые не должны быть в кадре. Вам большое спасибо, что посмотрели. Царствие небесное, бедной Кристине, будьте осторожны, разбирайтесь в людях, не делайте ошибок. Всего вам доброго. Субтитры Семен